У судей на площадке русского рукопашного боя на спортивных играх памяти Максима Суслова сложная задача. В перемешку идут схватки сразу в трех возрастных категориях. И везде разные правила. Малыши могут только бороться, у подростков добавляются некоторые ударные элементы, а юноши имеют право биться почти в полный контакт. Но рефери на готове и следят за тем, чтобы все бои проходили по правилам. Спорт, связанный с патриотикой, с духовностью, он несет и дисциплину, и любовь детей к нашей Родине, и любовь детей друг к другу, то есть более уважительное отношение друг к другу. Поэтому это очень важное соревнование в нашем календаре. Спортивные игры памяти Максима Суслова и всех самарских воинов, павших в боях за Родину, проходят во второй раз. Кроме рукопашного боя, школьники Самарской области соревновались в спортивном лазертаге и сдаче отдельных нормативов ГТО и ВСК. Данный формат настроен на пропаганду, на пропаганду данных видов спорта, данного, так так сказать, формата проведения соревнований, то есть не только лазертаг, не только единоборство, но и широкое развитие. Именно эти дисциплины включены в состав спортивных игр памяти Максима Суслова, потому что он помогал своим друзьям развивать эти направления, много уделял внимания детям и старался воспитывать в них любовь к Родине и крепость духа, служа старостой в храме. Несколько лет он работал у нас в детском центре как тренер, как педагог и занимался именно с детьми. Это было главное такое детище, его направление в его жизни. И поэтому здесь у нас даже не стоял вопрос, чтобы сделать соревнования взрослыми. Максим занимался с детьми и в его память нам важно именно проводить детские соревнования. Всего в соревнованиях приняли участие около 250 воспитанников военно-патриотических клубов, а также детских духовно-просветительских центров от 10 до 18 лет. Победителям и призерам вручили медали и кубки. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.